всем привет с вами про геймер в этом видеоролике расскажу вам как сделать самую простую анимацию загрузки photoshop с нуля но перед началом видеоролика будет небольшая рекламка но если вам нужен хороший качественный дизайн то рекомендую свою группу вконтакте в которой вы можете заказать превью баннер аватарку логотип и мой личный gfx pack тут достаточно много красивых работ можете посмотреть ну а все ссылочки будут в описании переходите подписывайтесь и заказывайте дизайн но мы начинаем сам видеоролик переходим photoshop и вот у меня есть готовый уже шаблон этой загрузки вопроса скачал из интернета давайте сейчас возьмем инструмент быстрое выделение и выделим каждую полосочку это нам нужно для того чтобы потом скопировать их на новый слой и создать анимацию вы можете взять прямоугольник 100 скругленными краями на 70 пикселей то есть скругление будет на 70 пикселей и сделать то же самое то есть можете самостоятельно уже создать но не суть вот дальше копируем на новый слой и чтобы избавиться сейчас вот как раз таки от данного водяного знака то есть и всего прочего мы сейчас немножко под редактируем цвет как мы сейчас это сделаем переходим на слой номер один редактирование цвет и белый выставляем дальше теперь мы переходим на слой номер два берем инструмент кисть и приближаем сейчас все это вы увидите вы можете про и проделывать то же самое если у вас есть водяной знак на вашем изображении но если нету то в принципе нормально дальше нажимаем кнопку alt копируем текстуру и этой же текстурой закрашиваем ну конкретно тут не текстура те а цвет то есть вот зажали alt у нас пипетка инструмент активировался мы скопировали цвет и все этим цветом закрашиваем очень удобный способ вам тоже рекомендую его использовать вот тут то же самое и на всех оставшихся где есть водяной знак в принципе его больше нет нигде так что приступаем к самой анимации открываем раздел в окне шкала времени вот он у нас вам необходимо сделать создать анимацию кадра то есть по кадровой анимации нас будет сейчас с вами идти она самая простая то есть проще некуда ничего сложного в этом не будет для этого мы сейчас переходим в свободное трансформирование делаем разворот примерно на 30 градусов хотя я вам бы я бы вам рекомендовал сделать точно на 30 градусов то есть чтобы сместить на одну полосочку сделаем на 30 градусов давайте сразу же впишем готовое значение 30 все нажали на галочку и теперь что мы делаем нам необходимо знать control shift alt т т английская control shift alt т мы нажимаем для того чтобы скопировать то есть произвести копирование данные вот как раз таким данных полосок сейчас давайте все это с самого начала что вы поняли сейчас отмотаю все это все эти действия давайте отмотаем но сейчас вам объясню сразу же вам нужно сделать полный круг сейчас будет посчитайте сколько у вас полосок будет получилось вот у меня-то допустим вот примену где-то я сейчас считать не буду в общем я бы слежу за видите меня на полоску сместилась то есть я запомнил с какого места у меня сместилась то есть вот и на какое место она встала и так я делаю по кругу до того же самого места вот доводим все это дело до самого конца круг в принципе получился вот дальше нам необходимо отключить все кроме одного то есть оставляем слой номер два то есть самый первый слой вот отключаем все кроме него дальше теперь нам необходимо нажать на этот согнутый листочек нажали на него и и включили слой номер два копия еще раз нажали и поочередно включаем друг за другом их то есть создали включили создали включили до самого конца проделываем эти действия сейчас вы поймете для чего это нужно мы создаем так по кадровую анимацию вы сейчас не полностью все это понимаете но для общего представления сейчас вы увидите как все это у нас получится давайте вернемся на самый первый кадр то есть отмотаем до самого первого кадра и нажмем как видите у нас работает загрузка вот видите в принципе в принципе получилось достаточно интересно зажатым шифтом мы просто выделяем все вместе и восстанавливаем значение 0 2 можно выставить тубое другое на свое усмотрение я выставлю 0,2 секунды и давайте теперь активируем в принципе уже более-менее адекватно все хорошо выглядит вот у вас думаю то же самое вы сейчас на данный момент можете либо вписать другое значение какое-нибудь свое которое вы хотите под себя то есть если у вас есть какое-то конкретное техническое задание на то насколько быстро должен двигаться сам вот как раз таки объект а если вы делаете просто в целях видео урока то конечно выбирайте в принципе такой же как у меня то есть так будет гораздо лучше потому что если поставить 0,5 это то есть пол секунды вот у нас будет вот как-нибудь так медленно также убедитесь что у вас выбрана поставлена видите в левом нижнем углу в самом нижнем углу левом то есть у вас кнопочка постоянно написано то есть это данный момент показывает то что у вас сейчас будет играться так анимация видите она мне играется играется у кого-то она один раз проигралась и приходится по новой запускать а если у вас стоит постоянно то в принципе делать этого не нужно давайте сохраним то есть гиф и должно у вас внизу параметры повторов стоять постоянно в самом низу то есть вот видите параметры повторов самом низу написано постоянно все сохраняем давайте вам покажу сейчас все хорошо сохранилось получилось достаточно неплохо вот ну а на этом все с вами был про геймер если вы узнали что новое подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока